с тобой сразу в гущу событий и ответим на вопросы которые я подготовил и я предлагаю чтобы это знаешь не было типа вопрос-ответ чтобы мы с тобой может быть обсуждали вопросы то есть и мое мнение послушать и твое мнение послушать ну твое само собой и моем и возможно на какие-то вопросы утром нормально я у меня уже пол жизни прошло за день я там с детьми погулял и в кинотеатр сходил и отвез и уже спать положил а ты только проснулся наверно проснулся там пораньше 8 утра мне нравится мне нравится здесь время да особенно вот когда переводят часы зимнее время то есть сейчас у меня получается открытие нового дня на крипте это час ночи а когда время переведут это будет 12 мне нравится ложится одну достаточно рано там до 12 грубо говоря там чуть-чуть за 12 там это прям вообще норм и и мне нравилось когда ты мог отторговать открытие нового дня и пойти спать то есть мы тебе не нужно сидеть всю ночь то есть у вас там это уже глубокая ночь там три утра у кого-то 5 утра у кого-то там чтобы тебе вы просто поторговать там 15-20 минут на этом открытие нового дня тебе нужно сидеть просто тупо всю ночь это мощно конечно убивает режим но все равно даже если открытие там новой сессии сильно запомнил либо в полночь либо за полночь равно как-то не очень удобно или ты привык не не так она вот помешивает когда мы в 12 часов часы почти вы из этого не торгую потому что сейчас это уже поздно если там все круто тут и поторгуешь там 15-20-30 минут там если что-то не пойдет не так то может дольше а раньше когда он 12 часов она вот приятным любил там буквально минут 15 потому что там идея это основная что то что допустим хорошо шло она либо продолжите грубо говоря например прямо на открытие либо она допустим на открытие пойдет и резко вкатит то там все очень быстро и там все понятно и грубо говоря там открываешься буквально там смотришь первое направление открываешься и вы забираешь первое движение забираешь забираешь первое движение все и уже идешь спать тоже мы так классно с тобой подошли к этому вопросу вот к первому вопросу который я хотел с тобой обсудить значит вопрос вообще терминологии терминологии скальпинг и внутридневная торговля intraday давай с тобой вот разберемся что такое скальпинг и что такое внутридневная торговля я сейчас немножко поясню что я хочу спросить значит когда мы я начинал торговать я знаю я как-то так мельком слышал чтобы что есть стиль скальпинг что есть ну я не знаю как это направление направление называют что-то скальпингом но у нас в пробкомпании у нас в принципе никто не никогда не говорил про скальпинг мы всегда занимались внутридневной торговлей так вот когда я пришел на youtube и здесь прям очень сильно распространено именно понятие скальпинг скальпинг все вот типа вот ты скальпер а для меня это знаешь как будто обзывательство какое-то типа я не скальпер я торгую внутри дня я как бы это ну давайте разграничивать наверное вот давай с тобой разъясним что такое скальпинг в твоем понимаешь не что такое внутридневная торговля и разные ли это вещи может быть это одинаково я просто не знаю смотри у меня наоборот если ты говоришь что для тебя ругательство было скальпинг наоборот типа дэй трейдер это какой-то ну типа неправильный скальпер или еще что то есть когда я пришел в 2008 году на рынок там то есть тогда скальперы и было немного но это было что такое новое и это прям было очень круто то есть такое прям было интересно и люди к этому там тянулись это было очень нового то есть там не было еще даже и приводов не будут люди сами писали приводы какие-то я помню там первые приводы были просто там друзья записали на форум выкладывали то есть фишка в чем была что если ты можешь ну чтобы тебе раньше открыть сделку да нужно было дам вот обыкновенном крике у меня кстати с русским реально возникают проблемы начались уже да 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 после полутора лет жизни все равно ты не говоришь только на на языке нет просто ты не говоришь только на русском языке не общаешься вот так вот общение там с близким человеком она не считается потому что вы как-то по-другому общаетесь ну вот люди писали вот эти свои приводы для того чтобы ты просто мог открыть сделку одним кликом то есть раньше чтобы открыть сделку тебе нужно было в пике там нажали подтверждение выбрать цену даже вот там там даже люди писали как бы как быстрее выбрать цену как быстрее то есть еще до привода потом тот домой о чем типа давайте попробуем написать какой-то привод и вот это просто что ты мог кликнуть быстрее других давала гигантское преимущество то есть потому что допустим дамы изменяется цена на и сын пире на полпроцента а нашли на контакт взамен как черепаха такая видно что он тоже сейчас пойдет но ему нужно время пока грубо говоря все нажмут этот понимаешь все забьют цену выберут объем нажмут закупить подтвердить и потом он пойдет и когда только появились эти приводы мы получили гигантское преимущество над другими это было просто ну вот реально вот наверное не меньше не знаю это было просто дикой халявы скатин был прибыльным и он был а хорошо ну давай мы вернемся вот смотри чем за вас в чем куда что такое скальпер никогда не думает о движении цены куда куда бы то либо в принципе на долгосрока он не смотрит вообще вперед то есть многие раньше если ты там у кого остались видео посмотришь у них там такие знаешь вот такой график минутный и все и стакан он не смотрит ни часовой не дневной график он никакие уровни вообще по барабану все все что его интересует это вот когда там где-то у поводаря дернется цена он пытается сыграть и в ту же сторону там на опережение или там законтрит если увидит что то есть это очень быстрая работа как построена на каких-то неэффективности которые постоянно менялись то есть кампинг это поиск неэффективности по большому счету то есть скальпер это трейдер который забирает импульс то есть он видит минутный график рассчитывает что сейчас произойдет импульсное движение и зашел быстро вышел то есть это быстрая сделка должна быть он даже это очень быстрая сделка и он даже не то что видит вот именно импульс чаще всего это игру это поиск неэффективности например там была тема да что там фронтран работал хорошо то есть кто-то поставит крупную заявку ты перед ней быстро выставился тебя съели ты тут же там забрал там сколько-то там свои пять пипсов да вот и и таких ситуаций там сотни в день второе количество сделок безусловно да ну скальперы делают хороших скальперы делают там десятки а то есть сотни сделок в день но если ты такой типа скальпер и это ну я типа скальпер у меня три сделки в день нет и нифига не скальпер так это не работает почему потому что нет потому что так ты не заработаешь понимаешь так ты не заработаешь почему комиссия комиссия большая ну окей сколько в день ситуации когда ты можешь открыть сделку и закрыть ее там в течение минуты в течение минуты потому что если ты удерживаешь больше там минут две сейчас скажем даже до пяти минут что уже очень много то все как бы это уже не скальпинг значит ты уже пытающий прогнозировать движение цены понимаешь то есть грубо говоря скальпер и не прогнозировать движение цены он занимается поиском неэффективности и отрабатывает эти неэффективности фактически ему даже не нужен график то есть ему достаточно просто стакана чтобы анализировать движение там крупных участников миграцию их и пробовать от них работать я я всегда это говорил если вы хотите заниматься скальпингом знаешь теперь теперь я больше понял твое интервью я хоть и не этот как он не журналист не интервьюер но я посмотрел некоторые твои ролики на ю тубе и теперь я больше понял твое выступление на московской бирже в тринадцатом году по-моему это было мы на московской бирже вот и ты там рассказывал про алгоритмы торговли по моему тема бывали что-то вот и ты там говоришь что нам типа нужен только стакан нам не нужен график мы едкой думаю господи а как тогда торговать у меня то несколько вопросов было по поводу этого окей давай мы вот сейчас сразу перепрыгнем на несколько вопросов вперед и как раз касаемо вот этого вот этой темы графиков и не графиков и стаканов ты сейчас используешь графики для анализа не конечно конечно сейчас прогнозировал последнее скажу чтобы это закрыть так сказать эту тему почему почему скальперы всегда стараются настороженно говорить о своих каких-то фишек фишках так если есть алго трейдер понимаешь то есть если есть рядом со скальперами алго трейдер то скальперы обычно молчат потому что вот как раз это наши конкуренты дэй трейдеры не наши конкуренты вообще наоборот чаще всего скальперы зарабатывают отчасти и на дэй трейдер которые там открываются более большой позиции они готовы там зайти потерять там сколько-то правило там 0 5 процента от входа до по рынку зайти на объем если они видят хорошую точку вот то есть как бы аж и тишни кидалга трейдеры они как раз соревнуются по большому счету где-то со скальперами поэтому у нас сюда такое было правило да что мы особо языками не трендим если есть алго трейдеры они эти фишки очень-очень хорошо подрезали они кстати конкурс когда я вот ртс этот лучший частный инвестор появился они оттуда очень много подрезали фишек они смотрели за тем кто классно торгуют руками и какие то то есть можно сказать что отчасти живого скальпинга сейчас уже и нет потому что все это у роботы под себя все эти неэффективности забирают чтобы тебе выше тебе нужно уходить на более длительный вот как раз таймфрейм и там уже как раз получается что без граника никак то есть конечно есть скальпер он так или иначе эволюционировал в дай трейдера я думаю да хорошо я думаю да но этот навык он иногда полезен быстро зайти быстро выскочить это всегда всегда будет плюс а хорошо тогда сейчас ты используешь графики и сейчас ты дей трейдер по большому счету то есть ты взошел в позицию и можешь несколько часов дожидаться своих цен ну да отчасти но все-таки я до сих пор больше всего у меня получается торговать на очень высоко волатильном рынке и на очень высоко волатильном рынке все-таки больше остается скальпинг то есть я скорее буду чаще заходить брать мелкие тейки то есть я вот не стараюсь взять все движение одним трейдом потому что в этом движении грубо говоря ну допустим там что-то взорвалось и растет там не знаю там на 30 50 100 процентов в день поэтому как раз движение будет очень куча мелких более импульсов но прикольных там когда откаты по 5 процентов вниз там очень много работы именно внутри этого движения я даже проводил примерно такой расчета что что выгоднее вот взять просто за движение или а торговать его как ну по скальперски и мне кажется что все таки на длинной дистанции если мы говорим про трейдинг то выгоднее именно первый вариант но удержание позиции выгоднее если ты держишь долго вообще долго то есть если ты средний срок ну да средний срок если ты нашел хороший не трудную хорошую точку хорошую цену видишь там потенциал на и это тоже стараюсь сделать но но там невозможно брать такие суммы ну сам понимаешь там риски я не могу зайти за двадцатым-тридцатым плечом и так знаешь типа поставлю стоп там 5 10 процентов это очень интересно вот твоя позиция она прям кардинально противоположно моей и мне очень интересно это услышать и послушать твои твою позицию хорошо так что касается графиков мы с тобой разобрались то есть сейчас ты дай трейдер мы в этом разобрались да или когда волатильность это скальпинг получается но она она даже как уже я этого не разделяю так можно сказать но все таки да я я стал работать над тем чтобы искать те точки где я могу взять именно так сказать хороший импульс хороший импульс да он все таки не может развиться там за 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 30 грубо говоря что такое хороший импульс сколько процентов например например нарушение ну вот допустим мы будем отталкиваться к примеру от от эра что было понятней прошу я так можно сказать немного погрузился на эту тему до понимание что такое какая волатильность хорошая какую волатильность следует обязательно торговать а в какую лучше вообще не лезть или если лезть то только будет средний срок и это фильтрация у тебя основана на от эр инструмента или от эра как инструмента там пятиминутный чая потом могу принципе показать не было бы интересно да классно вот это именно фильтрация волатильности когда ты находишь такой какой-то и появляется понимание у меня появилось понимание что для меня классный рынок когда я прям его обязательно торговать это если от эр на пятиминутке скажем так больше полутора процентов за свечку одну изменяется то есть если за каждую пятиминутную свечку инструмент проходит больше чем полтора процента цена меняется вот это прям очень волатильный именно на таких моментах и можно зарабатывать а хороший импульс получается да не знаю как вот когда волатильность растет когда волатильность растет то ты можешь взять ту же формацию что и до этого допустим равно там примеру там не знаю наверх вниз неважно допустим рынок сильно падает потом где-то там появляется какие-то покупки какой-то по трансформироваться там и ты заходишь и берешь вот именно первый откат то и было движение вниз какой-то такой мощные ну не мощные просто движение вниз у тебя сформировался паттерн который ты знаешь как торговать ты заходишь и берешь первый импульс и на средней волатильности это будет так себе вот такой небольшой плюсик а вот на высокой волатильности это уже будет супер это фактически то же самое что ты там заберешь 2-3 процента получается если был сильнее на хорошей на хорошей как раз волатильности это будете заберешь 5-10 процентов минимум то есть хорошая импульс 5-10 процентов это очень круто сейчас с тобой говорим робота крипто да 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 мы я думаю что я не знаю про россию думал здесь только я могу тебя что-то -то спрашивают ты до сих пор торговаешь да да конечно дlt распределяется в процентах вд сколько ты там торгуешь или это зависит тоже от состояния да нет нет состояния от ситуации которые я понимаю я могу и в течение торговой сессии отрабатывать ситуации на крипто рынке ситуации на московской бирже если они мне понятны я поставил там какие-то себе цели вижу точку входа то я отрабатываю вне зависимости от того там какой это рынок сейчас я не делю у меня одновременно работает и то и другое это конечно сложно нет или ты смотришь как знаешь сейчас это легче почему потому что объемы сильно растут сильно выросли точнее с там пока опыт растет объемы растут и сейчас идет вот ты фильтруешь и сделки до когда ты хочешь работать и когда ты не хочешь и я точно так же если я вижу ситуацию вижу инструмент который мне позволяет залить мой рабочий там или повышенный объем я отрабатываю если я вижу ситуацию где не нужно этого делать я просто не отрабатываю все вот так получается в любом случае приходишь там открытию да у меня это осталось я работаю от звонка до звонка ну там когда что касается выходных когда например у тебя нет такого что ты устаешь за пять дней тебе хочется субботу воскресенье отдохнуть так я отдыхаю вот как раз с семьей на выходных очень часто почему-то именно на выходных криптовалюта любит ходить нет я кстати знаешь почему я так думаю вот у меня есть теория на этот счет так потому что все рынки закрыты а лудоманам нужно где-то по лудомане то есть понимаешь официальное казино закрылось и все идут в неофициальный вот я реально тебе говорю вот суббота воскресенье иногда чаще активнее чем просто я всю неделю не торгую торгую субботу воскресенье вот серьезно я не знаю почему слушай воскресенье еще наверно воскресенье потому что это закрытие недели то есть неделю закрывают любят вот это очень важно я заметил что на криптовалют это очень важно то есть как закроется неделя как закроется месяц вот эти вот не они чаще бывают там прям борется там и волатильность есть даже не так знаешь как скорее вот идет борьба за то как закроют неделю или месяц а владелец возникает в начале следующего то есть прямо на переходе знаешь у тебя опыта больше торговли на крипто рынке у меня он ну для так скажу он скудный то есть все что я сейчас делаю на крипто рынке это все опыт московской бирже вот и вот эти циклы когда лучше когда хуже я еще не до конца понимаю я сейчас понимаю что основной движ начинается на крипто рынке там в три или в четыре часа утра там выходят какие-то импульсы происходят периодически там будет этот алерт и срабатывают я такой так пойдем посмотрим что там случилось вот а в то что в концу недели конец месяца вот эти вещи я еще пока нет теперь уже ты мне рассказал теперь я уже знаю что это отрабатывается ну знаешь честно сказать я сегодня отрабатывал ситуацию на черт возможно знаю видел ее нет не если не вот этим я так смотрю вот для меня рынок все-таки сейчас достаточно спокойный давай так и для для этого для информации вот сейчас я покажу просто тянется так не видно нет нет фокус на 200 вот собственно я не смог пройти мимо этой ситуации опять же я понимаю ситуацию и я отрабатываю и вот я сегодня зашел перед тем как мы с тобой начали трансляцию дома еще сидел мы приехали с кинотеатра и там вот сформировался паттерн который я понял и вот зашел в позицию и опыт внутридневного трейдера мне позволяет усиливать ну сидеть до тех пор пока она там по целям не сходит моим ну мы разобрались стоп в ноле до в районе нуля потому что если она туда вкатит в ноль то все там эта ситуация там ложный пробой и там ловить нечего так хорошо давай тогда двигаться дальше да поговорим в одном из роликов ты упомянул что торгуешь с телефона торгуешь заходишь но опять же то здесь же тоже пози это получается подход не скальперский совсем то есть это внутренний интродейный подход а на что нас на чем основан твой вход в позицию если это от с телефона что должно произойти я на две части разделю первое это не системный трейдинг чем я стараюсь бороться максимально и в этом плане я сильно сократила активность этой торговли я прям себе часто говорю там ну допустим если что-то растет падает сильно и хочется законтрить да ты не не дону у тебя нет доступа ко всей информации или такой час бы ринг раз телефоны зайду вот оно что сильно выросло и она сильно упала но точно развернется и с этим я стараюсь максимально бороться потому что много уже было момента ситуации когда на этом много терял я я я думаю что сильно продвинуться в этом плане таких сделок у меня немного осталось я чаще всего просто знаешь так ты переборюсь я скажу ладно все типа если я сейчас не зайду я возможно не заработаю но точно не потеряю а если я точно не потеряю то это нужно считать плюсе и и все и как бы стараюсь переключиться а второй вариант сценарий это когда у меня есть определенные точки и момент цен который я уже наметил по основным есть алерт и ну да такие такие алерты ну они у меня в голове то есть я там дальние целики ты виду например вот примеру допустим да сейчас давай bitcoin там торгуется 48 да вот пример вот он растет растет и я к примеру у меня есть там допустим . там пятьдесят три скажем пятьдесят четыре да где откуда я бы попробовал бы шорт и вот я там не дома но я пошел как пошла как какая-то движуха и вот дошли до этой цели я могу зайти в сделку ну не на полный объем вот зайти поставить стоп потому что я понимаю что вот ну это как бы уровень выше него уже нельзя убираться то есть как бы если у меня есть . у меня есть в голове вот определенная ситуация то здесь не имеет значения где ты откроешься по большому счету с телефона или с компьютера но тогда такие такая такой подход не позволяет тебе задействовать большой объем позиции ну почему потому что это большие очень большие риски вот ты говоришь там цена по биткоину 53-54 ты там будешь открываться в шорт потому что биткоин сильно вырос а где тогда стоп будет на 50 на 55 и какой тогда потенциал в этой сделке 50 то есть в среднем это будет один к двум один к трем ну как бы не это стоит ли она ну с точки зрения риск-менеджмента стоит то есть и с точки зрения риск-менеджмента иногда стоит если ты понимаешь что именно где где ты выйдешь то есть если у тебя есть четкое понимание где где ты зайдешь где ты выйдешь то есть и разница какая вот допустим я у меня не было в голове этой цифры допустим 54 да но я такой типа думаю чё-то биток уже сильно вырос офигел да где-то там куда-то ушел такой и где-то есть и такой наш такой опа чё там происходит это о нифига себе биток 54 фигелоса шартану такой сортишь потом такой знаешь все такое нормально открываешь там через 10 минут 56 это как от умреть сейчас это уже это уже это уже типа вот это уже вообще наглость на все до 10 открываешь у тебя счет ликвидирован вот это потому что у тебя не было понимание ну то есть у тебя не было именно идеи а когда у тебя есть идея что если 54 ну я щас говорю условные цифры обычно это чет четкие ну какая-то граница 500 пунктов то есть это допустим 54 555 там 55 там 500 уже стоп все это уже отмена сценарию грубо говоря заходишь там на на 10 допустим биткойн 10 контрактов принципе да это 5000 риска у тебя вот потенциал если именно такую сделку да то здесь нужно рассматривать ну хотя бы там какие-то предыдущие накопления то есть допустим если вот 48 вырастим на 55 то имеет смысл потом подержать хотя бы до 48 снова то есть там это уже не такая сделка что там ты тысячу пунктов и выйти то здесь как раз уже с риском с риском да да потому что если есть понимание если есть идея а вот как раз нельзя лезть телефоном когда я понял что них нельзя лезть телефоном когда резко появляется волатильность скорее всего какие-то новости вышли рынок начинает лихорадить и ты начинаешь импульсно действовать то есть ты как бы пытаешься догнать как бы сесть этот поиск который уже догнать да вот здесь нужно себя жёстко бить по рукам и говорить нет такое нужно себе запрещать потому что опыт уже был что вот оно если начинает двигаться быстро то потом еще быстрее да очень-очень быстро все это происходит слушай ну исходя из твоих мыслей и подхода к торговле я понимаю что ты любишь отрабатывать ножи и вот эти движения контртрендовые это основа твоей торговой стратегии не совсем не объясню почему потому что мне очень нравится это и у меня есть там определенное понимание опыт но технически часто бывают с этим большие проблемы те кто торгует знает что как только грубо говоря биткойн рисует там свечку там на 5-10 процентов пятиминутную свечку вся биржа ложится вообще херам до роста на и в чем именно фишка ловли ножей то есть вот это вот свечка огромные пятиминутные в ней чаще часто бывает еще куча движений которые она закрывается и многие думают что просто купал мне нифига там часто бывают такие моменты что ты можешь взять там два три пять процентов отскок а потом она все равно закроется вниз то есть я к тому что если технически все работает классно то эти ситуации на них очень хорошо и достаточно понятно легко зарабатывать но из-за того что она все начинает висеть вот у меня было такое когда последний раз в этом сильная волатильность пошла она просто все умерло то есть это лотерея ты можешь застрять в одной позиции а можешь застрять другой потому что скальперы он будет и лонг отрабатывать он будет и нож ловить и переворачиваться потом и вот это лотерея когда ты можешь остаться и в той позиции в той она конечно сильно подбешивает поэтому что я для себя какие выводы сделать что нужно немножко переждать то есть не лезть туда объемом когда идет нож не потому что там ты ты можешь угадать но потому что риски именно технически разрастают потом когда видно что стаканы начинают выравниваться то есть тормоза проходят а волатильность все равно еще высокая можно можно заработать и неплохо знаешь вот я слушаю и с точки зрения безопасности трейдера и безопасности там твоего счета на мой взгляд вот у меня такой подход и такая позиция что безопаснее быть именно в начале движения того что образу образовалась понимаешь и стараться тянуть именно то движение которое сформировалась нежели пробовать опять же это знаешь получается ты также стараешься догнать поезд но уже даже внешний поезд не движения финансовый поезд и по упущенные возможности и по вот я бы сейчас здесь мог очень сильно заработать допустим все полилось на 10 процентов если бы стоял там в самом верху и тянул но вот эта мысль того что я не заработал начинается подборы какие-то там сбор вот это я думаю тут даже немножко по-другому работает это работает психология цен когда ты видишь bitcoin или эфир там 3000 допустим сейчас стоит bitcoin стоит 50000 и завтра допустим до начинаем все валится и bitcoin ты видишь там по 35 или там по 40 тысяч вот прежде как быстро да а эфир допустим там 2500 и вот эта психология цен когда тебе кажется ну вот она вчера было так дорого а сейчас так подешевела но это же халява ну халява же ну вот как знаешь как распродажа тебе просто дают то что она она же стоит 50 тысяч она не 35 стоит она 50 просто мне дают купить со скидкой грубо говоря вот психология цен так влияет и ты покупаешь она еще падает то есть люди не понимают ну как как так а есть разобраться в самой вот как сказать физике процесса откуда берутся вот эти дикие движения то просто в моменте получается нету покупателя вообще то есть вот рынок двигается ну не совсем а это возможно есть покупатель но продавец больше правильно больше не даже не продавца а больше тем кто вынужден продавать и когда вы вместе вместе с этим да я думаю что именно продавцов этот момент не очень много него но если продавец спровоцировал движение на ликвидации то это добыто большой продавец в любом случае то есть ну не знаю как это пояснить значит ну либо были какие-то супер короткие стопы у участников которые но они часто бывают не супер коротки просто нужно понимать что в этом ну в этом рынке крикторы хотя и другие рынки примерно также двигаются большинство денег да они сидят долгосрок да и они не отрабатывают эти вот движения краткосрочных грубо говоря они сидят в криптовалюте перевели сюда на холодные кошельки они даже доступа бирже нету вот и поэтому можно сказать что уже все распределено все вот там ставки да кто кто что ставит и в моменте получается один из участников крупный да вот он допустим видит что ситуация меняется и он хочет забрать свою прибыль и вот одного даже участника достаточно крупного который начинает фиксировать прибыль хватает чтобы более мелкие участники тоже начали поступили фиксировать прибыль и как только это происходит лавина идет такая оружие все кто хотел купить они уже купили то есть они уже сидят в позиции и ну как бы смысла покупать больше пока нету и они вот формируют первый толчок второй толчок формируется когда начинает ликвидация уже происходить ликвидации тем кто по хаям заходил ну а вот таких супер оптимистов полезли в последний поезд счета которые вот резко лезть а вот получается что третий толчок который вот именно такой самый мощный он на тех кто торопится те кто берет вот после того как цена начала опускаться те кто начинает агрессивно покупать с плечами именно в этом моменте те кто ловит ножи до тех кто ловит ножи и вот но вот я тебе говорю если ты понимаешь физику процесса ты понимаешь где этот нож уже нужно ловить я понял да типа 1 нет 2 нет хотя уже кажется сильно 3 когда он начинается технические проблемы вот этот вот ну когда уже прям разносит там стакан когда уже там начинается паника вот этот момент когда нужно ну как бы искать точку разворота а ты используешь своей системе индикаторы какие-то которые тебе может быть помогают в том чтобы найти точку что ты используешь я использую да но помимо да и не это не в этих ситуациях не в этих ситуациях до используя для просто смотреть какая сейчас волатильность моменте и используют ну я покажу просто этот могу сейчас показать чтобы давай давай ты также в одном из роликов на ю тубе говорил про rsi по моему использовал тоже ну просто сам факт есть такая информация есть да да вижу так эфир так значит у нас тут стоит объемы сейчас я просто какой-нибудь этот побольше сделаешь давай хай его дня ну это просто графически все рисуется хайлой недели из индикаторов объемы и вот у меня есть две скользяшки мне они очень нравятся это я уже очень давно использую они мне нравится вот именно видно ситуация когда инструмент выходит в дикий тренд так и что эти скользяшки сейчас теперь в тренд например я вот люблю иногда получается такие точки поймать то есть первый откат импульс вот был импульс вот импульс и первая точка такая вот когда он отторговался он сюда заходит и где-то вот в областью ну там либо верхней либо нижней можно попробовать подобрать то есть на продолжение импульса вот этот инструмент соу вот здесь тоже была такая ситуация ну солом сейчас хорошо хотела мы отрабатывали сол а сейчас вот смотри он сформировал нечто подобное чтобы ты делал он пытается сломить этот тренд судя по всему да да вот видишь была вот эта . как здесь то есть было . и но перехали не было я это не ланговая ситуация вот моменте для меня так же как и другие наверное возможно пробовал бы вот это пробить и вот это вот наклонки наверх но я опять же скажу что для меня инструмент который вот уже прошел столько дам за за несколько дней можно сказать за несколько дней да он уже там x3 грубо говоря сделал там за месяц да ну все я уже такой лонг особо долгосрок он не уже нет и не интересно так просто потому просто потому что потенциал уменьшается а риски возрастают и я уверен что что ну вот здесь будет в конечном итоге здесь будет вот такие вот огромные свечки вниз там две-три будут свечки вниз процентов на 20-30 грубо говоря а вниз бы ты не рассматривал движение пробой вниз ну ты рассчитываешь на ты думаешь что будет движение как я и я да я и я думаю что то есть я оцениваю риски именно с точки зрения лангов но не беру шорт потому что мне как-то не получается вот именно такие шорты в них достаточно ограничена прибыль относительно лангов то есть как ни странно я больше торгую от ланга чем вот шорта ну справедливости что потому что что на криптовалюте шорты это вообще самое ужасное что в принципе может быть вот шорты почему-то они очень сложные для меня очень сложные да почему потому что ты ограничиваешь шортах ты не можешь заработать там 2 x 3 x и так далее почему можешь можешь помочь а 2 x 3 x ты в смысле но это прям что это это прям жирно да это но такие цели но это понимаешь это как бы ну это факт и ты ограничиваешь себе как бы ну сознание этим если ты работаешь больше на шортах шорты я шорчу только вот опять же это какие-то супер хайповые истории когда растет все прям и ускорение идет уже финальное это то же самое что когда вниз да я вижу что уже по ним там ликвидации идут шортовый и вот на какие-то шортовых ликвидациях если получается хорошую точку зацепить там можно от шорта взять там какое-то движение хорошее он такие плавные типа ну вот что вот как бы ты там предполагает что возможно вот это движение становилось и она пойдет вниз мы не знаю вот у меня такое не получается то есть я полностью переформатировал свой взгляд больше на ланге и долгосрочно сидеть шортах я не вижу смысла вообще долгосрочно долгосроки не говорит никто не говорит я говорю про локальные ситуации которые вот формируются например сейчас то есть у тебя есть такой инструмент на который ты обращаешь внимание при лангах при входе в он у тебя есть инструмент который тебе показывает тренд и если ситуация формируется в как бы в обратную сторону и формируется ситуация на шорт отрабатываешь ли ты это собственно вот в обмену с какой нет нет рабора ну ответ нет нет я на я шорты нет не отрабатывал смотри избавляя себя от этой опции грубо говоря и сконцентрируюсь на другом я вот сам по себе я у пробойный трейдер и ты в принципе пробои отрабатываешь обои там хаёв лаёв нула правило и я так понимаю уже нет смысла спрашивать шорт и не отрабатываешь в лонг как помимо вот этих ситуаций когда там подобрать после пролива а именно пробой вот например сейчас на том же а xs пробой 700 75 либо отрабатывал access вот была свечка наверх левее нет вот слева был пробой левее левели а вот да 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 вот этот импульс а вот на мой взгляд здесь прям очень красивый хай сформировался до импульса естественно и я бы здесь скорее всего участвовал ты бы здесь участвовал если пробой хай я не знаю это исторически или не исторически я думаю да нет это не исторически там у него выше 80 а есть да там 85 локальный часовой хай есть есть хорошо а следующий вопрос который вот вытекает и мне многие трейдеры задают его когда по набору позиции ты набираешься в диапазоне цен или у тебя вот статично одна пачка ты кидаешь и ждешь развития что касается пробоев вот честно скажу это не моя любимая информация и на дикой плюсь этого всего потому я кстати скажу да я я люблю смотреть твои видео мне очень нравится как у тебя видео знаешь прям взял и пошло а взял и пошло то есть ты я на понимаю что что хотят и видео про это тоже говорить даже там надо отметить я до этого заходил там два раза и она там стопанула но для многих я уверен в системе прописано до что там два подхода 3 пропуск пропускают мимо ушей эту информацию и видят только именно красивую картинку вот ну как она и пошло ситуации до ситуации а вот мы когда торгуем да допустим мы же видим все вот так вот отмотал на загна мы не видим вот так вот как она была мы видим вот так вот смотри из нас в данном случае я бы точно скорее всего пробовал отрабатывать пробой чуть-чуть раньше смотри вот была красная свечка вот он high чуть-чуть левее вот как открою просто и пяти минутный график до пятиминутка ну когда волатильность возрастает также пяти минут да я бы смотри пробовал отрабатывать вот здесь в районе 11 часов сначала пробой пробовал бы отрабатывать в 11 чуть-чуть левее да вот здесь я бы здесь уже пробовал набираться ну соответственно меня бы скорее всего выступила потому что мы видим что произошло но слава богу стоп здесь не сильно широкий вот но и второй раз соответственно я бы здесь с кайфом поучаствовал в этом пробой и как видим взял бы там несколько процентов точно вот по 75 по моему более чем адекватная ситуация с точки риск-менеджмента тут бы не размазала и тут бы дала очень хорошо вот вот я к чему то есть смотри и у тебя какое у тебя правило входа в такие ситуации если сколько раз должны были уже подойти туда или какие-то дополнительные условия если два три подхода было к какой-то границе то есть сформировалась четкая граница консолидации и мы подошли к ней там два-три раза уже к верхней границе и желательно чтобы на этой там верхней либо на нижней границе было какое-то сопротивление в которое можно было бы зайти которое можно было бы разъесть то это прям супер ситуация и желательно и об этом я тоже всегда говорю всем там своим чем сильнее консолидация формируется на старшем таймфрейме на часовом или дневном тем интереснее этой ситуации тем сильнее будет развитие то есть если это мы рассмотрим вот смоделируем что эта формация сформировалась на часовике то это прям супер сок здесь прям надо было участвовать и надо было прям пробивать со всем что есть вот ну пятиминутка конечно тоже отдает на криптовалюте неплохие движения но на московской бирже к сожалению пятиминутки так сильно не выходят вот ну как бы мы сейчас говорим за крипту поэтому тут вполне можно и такое отрабатывать вот хорошо так значит у меня был вопрос по набору позиции то есть ты не отрабатываешь практические пробои до ответ у нас смотри подожди и а я сейчас тогда дополнительный вопрос осмотреть ситуация интересная это получается вчера да вот было это было это движение сегодня такой день запильный да но есть там границы хайлой дня вот и хайлой дня торгуешь пробитие нет или ты будешь дать верхней верхней вот этой уже точки и пробитие этой как бы точки я буду ждать понятной консолидации вот я тебе рассказал вот сейчас моя позиция по этому инструменту access а значит у нас был выход из консолидации на пяти минутки шикарное движение потом бумажка вернулась в диапазон из которого вышла и сформировала ложный пробой вниз сейчас она консолидируется в том же диапазоне там 72 75 тут можно будет пробовать отрабатывать вот потому что я сейчас вижу а также что-то изменилось потому что я сейчас вижу побольше я бы рассматривал снова диапазон ну если мы рассматриваем от ланга пробой 75 потому что здесь все точно такой же выход может быть снова потому что мы вернулись в диапазон и фактически как бы он еще актуален понимаешь все я помню вот так а какой-то этот а кстати открой давай посмотрим что он там делает а черт так вот у нас по 48 были сильные х и и тут у меня тоже было наверное два или три входа попыток откройте совет вот вот видишь какая консолидация шоуна то есть у нас здесь прям каскад из хаев сформировался там от 47 до 48 можно было пробовать набирать позицию что я делал и собственно сейчас произошел выход а если ты посмотришь на дневку то там потенциал хода куда нибудь на 06 может быть вообще легко вот а если если пойдет движение она это вообще хаи да 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 это там хаи хаёвые поэтому и интересно было отработать вот а если уже брал когда вот откат был да 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 вот этот откат вот этот пиран как случилось да 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 я и я на нем поймал стоп взял ося вот да 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 и вот сейчас при втором подходе перед тем как мы с тобой встретились я попробовал зайти снова там по 40 по 47 48 набрал позицию и если сейчас пойдет и заходил по пятиминутке или нет да да по пятиминутке вот здесь я где я набирался вот да где-то вот здесь там потом по 48 в хайда более точнее 48 с половиной добавлялся и собственно сейчас вот она трется видишь ну если пойдет на ретест то там придется в ноль закрыть позицию потому что пересиживать в кат но для меня и для меня такие для меня такие ситуации конечно вообще я типа оплююсь пока буду сидеть в них и хотя я вижу я вижу что такие ситуации дают очень хороший профит в том плане что если ты вот это вот эту грязь пересидишь и она потом пойдет нормально ну опять же видишь это грязь потому что инструмент такой потому что стрёмный инструмент если мы вот взять возьмем тот же access тут просто по характеру движения инструмента видно что он нет нет да дает импульсы но в основном не дает а если взять access то там в принципе движение поинтереснее взять soul движение поинтереснее там импульсы поинтереснее просто потому что бумажка такая стремная слушай а ты вот не рассматривал вот я знаешь я больше всего жалею ну как у всех трейдеров особенно на криптовалюте да у меня есть определенные формы там ситуации которые я видел но почему-то не сделал не знаю там отвлекся или там очканул или просто там был другой позиции эту позицию не заметил вот я вот что заметил да вот что очень хорошо отрабатывается и грубо говоря на прошлом был ранее когда был вот еще в восемнадцатом году в семнадцатом и сейчас то есть в начале года и сейчас когда рынок упал и снова пошел наверх всегда вот допустим откроем тот же ice ice x вот у него был вот у него был первый импульс да даже не так давай лучше смотри-ка классно то есть он отработал пробой исторического потом проконсолидировавшись закрепился и сделал еще не менее сильное движение просто шикарнейшая ситуация красиво смотрится как в эту ситуацию можно было зайти два два мне кажется новые пути первый путь это если ты изучаешь крипто рынок ну фундаментально изнутри там ну следишь там за веянием какими-то и вот допустим когда прошла волна все упало и многие начали искать там следующие грубо говоря хай где будет дэйфи было появился вот nfd маркет то есть вот эти вот все штуки там арт nfd и вроде бы казалось сейчас спустя время кажется что как бы гейминг который и так уже был и раз это очень хорошо и nfd маркета они могут соединиться и дать вот какой-то мощный такой вот прям хай и то что это случилось она как бы вроде кажется сейчас очевидно вот это вот access это как раз компания которая у неё онлайн игра которые люди играют и зарабатывают деньги то есть они там создают какие-то я даже толком не знаю я знаю что просто ты можешь играть и зарабатывать деньги и на этой игре построен еще и marketplace на котором они покупают продают все это и он же генерирует как бы такую выручку как вроде как весь дефис сектор то есть там какие-то безумные средства поэтому поэтому так и вырос ну ладно но мы трейдеры дамы мы не ну как бы не фундаменталу чаще всего мы забиваем потому что мы торгуем ситуации именно торговый и вот торговая ситуация там было что вот он из ниоткуда вообще вот то есть ты вот на радарах я думаю на всех появился когда он ну вот там начал 10 пробивать какие-то объемы безумные пошли и я не знаю смотришь ты или нет если фильтр по объему вот я смотрю фильтр по объему оборот за день все эти фьючерсы нет я не смотрю не знаю ты смотришь нет нету фильтра по объему вот даже очень-очень удобно в самом финансе и приложении то есть тут вот сейчас а тут демонстрацию сначала убрать и тогда будете вот смотри а я перенесу из этого из тайгера то есть вот здесь есть функции ты просто все котировки и он тебе пишет про торгованный объем за день во-первых я стараюсь не торговать то что меньше 500 тысяч 500 тысяч я это даже не рассматриваю вообще там там просто тупо не будет стакане ликвидности чтобы нормально зайти выйти это для моих объем опять же это такова то вене в мире америки да когда фильтрация объема то есть ну на американском рынке когда рекомендуют фильтровать именно по объему там если да да в том они там они называют это типа 100 комплей акции которые вот сейчас движухи вот сюда вот иногда выскакивает понятное дело что здесь при любых раскладах битон эфиру там этот рипл и бенби это как бы топ-4 там ну и и доги он так где-то трется в топе всегда вот и сюда иногда выскакивают какие-то монеты для меня это прям ну типа если выскочила значит надо ее добавить и смотреть и вот здесь вот я помню первый раз выскочил как раз аиксис когда как раз он то ли 10 пробил то ли вот близко будет когда вот вышел какой-то прям объем у него был занятие практика проторгованный вот я там открыл почитал да да нет я ее не стал торговать даже ты пойми я подумал что подумал что они хайпанули все же тухли именно про упущены да вот это что меня потом вот это там был дикий тренд который вот он бам-бам-бам-бам-бам но там что-то другое тоже торговалось по-моему там рынок вообще весь падал я к чему к тому что окей мы такие увидели монету увидели что она пампится что она на хайпе то есть это не просто какой-то там пам который вот пам-пам-дам да кто-то там решил там загнал несколько миллионами помпануть да не 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 это другое это по-настоящему там серьезные там большие объемы начали туда вливаться и ты такой все надо короче найти точку на вход вот надо прям найти . на вход и нам потом вот это вот когда рынок биток снова начал падать ниже 30 тысяч и он скорректировался то есть два раза 28 до 14 и вот здесь конечно я прям видел эту цену и я не знаю что меня остановил ее просто не купить именно срочно ну да да ну как долго срок там ну вот хотя бы там чтобы хай обновили там уже смотреть слушай ну я к тому что возможно вот классно и искать нечто подобные моменты когда да нечто подобное да вот то есть вот сюда в качали объем понятно что объем этот весь еще не вышел первый такой откат то есть когда сломали вот эту тренду вот это вот шоу этот тренд шоу 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 они и сломали они ушли и вот где-то внизу там была какая-то проторговка и взял просто смотрю да ты очень любишь там вот брать пробить это хай дня хаи там какие-то да вот такие вот истории а я вот вижу как что рынок когда он на хаях он добывает что наоборот вот он пробьет хоть чуть-чуть и вкатит нормально понимаешь а если смотришь потом через неделю она выросла скотина еще там сто процентов ну как то есть ты будешь брать каждый раз это пробитие нет смотри тут может как бы повезти а может не повезти собственно если бы ты здесь пробовал пробивать вот например 28 ты бы участвовал этом пробое и забрал движение там несколько долларов и в принципе кайфовал вполне затем проторговавшись но мы увидели что она вкатила дарит теста там то есть если взять в долгосрок здесь было бы не очень приятно увидев вот этот вк до 28 обратно но потом мы снова обновляем хаи по 32 и видим просто какой-то безумную безумную ракету и во второй раз получается повезло уже больше нежели в первый то есть ты вроде бы из первого подхода взял импульс до какой-то там ну зависимости от твоих целей а со второго пробоя так вообще там просто улетела на сколько процентов до 30 до 40 я просто почему вот почему куда я лично вот хотел бы развиваться так как как трейдер именно чтобы зайти за они находите эти ситуации зайти заранее ну например ну вот грубо говоря вот там не знаю там на 30 на 50 тысяч то есть понимаете что мне это даже это даже для моего счета это даже 05 плечо то есть это не целое плечо то есть я тут вообще не рискую никак счетом я могу зайти на 30 50 тысяч там и рискнуть ухо там пять десять тысяч 100 у меня будут именно долларов стоять это там 10-20 процентов движения цены грубо говоря но цель до авто в такой именно уже намного больше и я могу намного спокойнее сидеть потому что вот нету вот этого знаешь нервотребки когда у тебя изменение цены там на один процент счет там скачет прилично это так это круче это мы отвлеклись а просто к тому что ну вот почему у меня не получается и почему я не торгую много именно вот пробоев потому что все таки блин я почему-то чаще вижу что она пробивает чуть-чуть растет и так и вкатывает растет она уже хорошо после вката то есть он вкатила и после вката уже вот то есть грубо говоря вот вот здесь вот хорошая ситуация можно посмотреть да вот допустим вот был хай какой-то вот здесь вот не какой-то перехай и вкат здесь опять же вот что-то как там подергались и в консили а если ты берешь на откате понимаешь ты забираешь уже вот это движение грубо говоря но опять же ты же не знаешь по целям какие там цели но она обновила хай потом снова вернулась к тем ценам которые ты ты просто ты заходишь ты на перехай половиной до на перехай скидываешь и все это вторая ты уже можешь хоть даже поставить стоп и вообще забить то есть просто ждешь нового обновления хаю грубо говоря я я к тому что редко бывают такие вот мощные импульсы именно вот безоткатный когда пробивают я как-то чаще попадаю на то что блин она вот начинает расти и тут же вкатывает и меня это так это бесит вообще думаю блин ну ты ну зачем ну блин ну дайте там хотя бы пять процентов и и потом слушай следующий вопрос вот вытекает из того о чем мы с тобой говорим как ты справляешься с крупными потерями если они происходят либо с чередой неудач когда они у тебя происходят не бывает такого что ты все время зарабатываешь бывает такое когда ты сливаешь и сливаешь неприятно есть какой-то у тебя способ как ты отвлекаешься от этого и выходишь из этого состояния я по-моему даже как-то рассказывал в интервью или писал еще давным-давно какую-то статью может на смарт-лабе я не помню у меня там было именно такой типа целый алгоритм как как обычно это происходит то есть первое что нужно сделать демонстрацию простее и чтобы нас она была хорошо видно первое что нужно для себя сделать это принять убытки голове то есть ты когда ты теряешь какую-то большую сумму по инерции ты бы дальше эту сумму максимально быстро вернуть делая также необдуманные трейды ну то есть у тебя есть вот этот вот состояние тильта и первое первое что нужно сделать это просто принять тот факт что вот да эти деньги которые у тебя были ты их потерял ну там часть заработанных или просто ну то есть вот в моменте ты говоришь да я потерял нам столько-то денег все быстро сейчас я их не могу вернуть нужно просто вернуться в свою какую-то нормальную торговую колею потом как это сделать как это сделать нужно просто найти одну-две хотя бы ситуации которые ты гмаешь и в них заработать какой-то небольшой плюс именно чтобы появилась уверенность мне лично помогает что я могу оглянуться назад допустим да ну как бы такая психологический трюк я могу посмотреть там на предыдущий месяц сколько я заработана там сколько за год заработал и сказать себе ну там это нормально я умею заработать нормально да что я дал какой-то процент это как бы рынок это часть нашей профессии снять именно психологический момент желание быстро отыграться вот именно он он очень разрушительный для трейдера потому что он ведет к необдуманным сделкам и к череде необдуманных сделок которые еще больше могут тебя в это состояние вогнать то есть успокоился принял этот убыток как есть и потихоньку потихоньку до возвращаешься иногда даже когда он последние два месяца рынок был не такой активный да и у меня там был такой денек я неудачно поторговал причем знаешь так как сказать вам просто полез что-то торговать битком на объем а там бешеная комиссия и вот и туда сюда туда-сюда туда-сюда и у тебя уже там 20 процентов счета нет нет так вывесит между я практически не в минусе каждую сделку закрывал вот серьезно там ну там то плюс 50 пунктов то минус 100 пунктов но счетах шух и короче меня это вывесило и еще там несколько необдуманных сделок короче там почти половину счета отдал успокоился там чуть-чуть пару сделок хороших сделал и вообще не торговал день или два потому что понял что волатильности нет сейчас все мои действия будут просто против тебя отрицательный против меня да все выдохнул там расслабился через два дня появились ситуации рынок появился еще назад нормально отыграл когда ты прям жадничаешь откровенно допустим перетягиваешь туда тоже фома например ты видел какую-то нереализованную прибыль и она вкатила потом ты в том же неадекватном эмоциональном состоянии ты отвлекаешься вот этого и как ты борешься с жадностью кстати мне кажется самые большие минусы у меня были именно после хороших плюсов немножко ты расслабляешься или знаешь как ты допустим за день заработал хорошо но вот как раз жадность тебя остановила того чтобы вообще выйти вот еще чуть-чуть еще вот эту ситуацию ты таком на этом и какой-то происходит резкие резкое движение против тебя и твоя прибыль она такая вопа растаял ее практически нет да и здесь он просто бы сказать ну ладно такой день закрыть и уйти нет это . как раз который ведет вот просто как к срыву и к тебе да я тебя очень понимаю есть такое я не нашел такого дальше я не буду лукавить меня нет какого-то стопроцентного иногда я себя более адекватно как бороться правильностью вопроса от ответа нет на этот вопрос да у меня знакомый трейдер да он рассказывал что он про практиковал такую вещь он каждый торговый день заканчивал на отрицательные сделки а типа дань рынку а именно приучать себя к тому что ну что можно заканчивать и когда не очень ну типа вот такой знаешь сделка плохая или такой хочется закончена хорошей сделки ты заканчиваешь на плохой и привыкаешь к тому что можно и так закончить можно же закон можно потерять допустим там определенные деньги и закрыть день искать это такой день и все мы же не упираться не пытаться там перезаходить отбить и все такое но я не могу сказать что когда там у него наступает периода тинта ничего не помогает не знаю я вот сколько сколько знаю трейдеров с разными темпераментами разными подходами не знаю тинтуют все все теряют и все вроде бы понимают это но делают одни и те же ошибки и спасать в этой ситуации только заработанное дом я считаю это понимаешь то есть финансовая подушка которую тебя охлаждает да мы как этот же мой друг рассказывал что типа и блин ты вообще не отдыхаешь на фиг ты так много торгуешь ну типа где сейчас торгуешь то знаем там тилетону и повину отдам а я сейчас не буду торговать получать минус выйду перестала все бороться с ну как он принял этот факт зарабатывает для того чтобы потом кредит вернуть просто рынку да получается взял в кредит и вернул его да он любит брать очень рискованную ситуацию например он очень любит контрить то есть у него там практически все стратегии они контролы и он лезет во все контры я когда говорю ну вот тут же видно там что может там сорвать на фиг все он говорит ну да ты сейчас видишь она в моменте всегда кажется что ничего ничего страшного и но как ни странно на длинной дистанции он очень много зарабатывает и главное что он верен своей системе хотя возможно можно как-то было бы побороться с этим вот у меня было к нему предложение говорю что может если ты какие-то индикаторы используя которые тебе помогут когда идет по-настоящему всплеск волатильности вообще не торговать то есть не пытаться не контрить ничего вот просто вообще не торговать на два часа уйти вообще выключить компьютер прийти через два часа потому что когда волатильность чуть чуть-чуть припадет у него прям вообще супер он может вот эти вот штуки там отрабатывать потом ну просто идя вот ты общаешься с там другими трейдерами как ты считаешь роль команды вообще в трейдинге она играет большую роль или это у тебя другая позиция именно роль команды там сообщества команды людей которые с которыми ты можешь поделиться ситуациями обсудить ситуации поторговать вместе такой наш вопрос я пробовал и так и так и по большому счету у меня получалось торговать и в офисе и так и так да и да есть очевидные как бы плюсы торговли там в офисе что в команде это и общение это и там ты понимаешь опыт других людей иногда даже знаешь может быть как это ни странно но вот это мотивирует да это все равно это не соревнования в честь видит вы не сливаться да да но ты как бы ну хочется чтобы все в офисе зарабатывать чтобы все все хорошо торговали поэтому ты как-то может более собрать где-то поэтому если есть такая возможность но и тем более особенно если ты начинаешь безусловно если попадешь в хорошую компанию правильно как бы правильную компанию где настоящие трейдеры то есть где они не будут пытаться ввести а деньги просто выжимать где настоящие трейдеры и ты будешь видеть как они работают как они зарабатывают это безусловный плюс то есть минусы только если ты попадешь в неправильную компанию где будет и люди того что вы тобой занимаются там и вообще кто-то зарабатывает а по факту там просто как бы стригут с тебя деньги чтобы ты платил там комиссии там за обучение и все вот потом тебе скажут что ты молодец приходи следующий раз у тебя точно получится знаешь из такой серии ну и главный минус все-таки это понимаешь мы торгуем такой рынок да эти криптовалют он торгуется круглые сутки и выходные и ситуации размазаны по времени и ты не можешь в офисе жить я пробовал как бы это не очень хорошо для остальной твоей жизни и потом ты начинаешь такое думать но я не могу жить время в офисе и ты работаешь как там обычная работа у тебя вот и поработал в офисе потом приехал домой а потом происходят какие-то движения и ты коричишься за то что ты в них не участвовал то есть я к тому что все равно большая часть потом приходит к тому что они дома начинают торговать у них появляется вот у тебя есть дома компьютер за которым ты торгуешь да да в какой-то момент многие такие типа зачем мне ехать на этот офис ну типа серьезно ну вот здесь компьютер здесь 20 ну смотрю тебя мотивируете у меня просто был подход что я как-то более собран в офисе я понимаю что я как бы приехал на работу хоть это знаешь я бы не назвал это своей работой это как как это наш часто называют высокооплачиваемое хобби то есть я люблю то ли еще а ты еще на пристанье когда тебе нравится да да то есть я я кайфую от того что я делаю вот поэтому я как бы могу позволить себе торговать дома но здесь же также с ребятами пообщаться обсудить ситуации которые мы в процессе дня отрабатываем возможно кому-то что-то подсказать и мотивация начинающих трейдеров мне тоже очень нравится то есть я люблю когда когда у меня есть возможность чем-то поделиться с начинающим трейдером вот и вижу результат то есть я прям от этого кайфую вот когда ребята некоторые знаешь уходят с работы просто потому что они начали торговать там у меня там или где где-либо то еще я просто слышу такие истории например они уходят там с какой-то основной своей работы и переключаются на трейдинг это же очень круто то есть я повлиял на чью-то жизнь понимаешь вот еще такая вот хорошо так то есть роль команды мы так я так и не понял она как бы и хорошо может быть и плохо может быть это зависит наверное темперамента человека до или так или иначе все переходят домой прежде всего темперамента человека это безусловно и во вторых я говорю что если начинающий трейдер у тебя есть такая возможность прийти и сесть в офис поторговать там с командой набраться опыта да да ты можешь намного быстрее стартануть вот ну и плюс это реально как бы само по себе крутое мероприятие то есть если так как бы хорошие пацаны тем просто будет реально классно с ними общаться и ну это добавляет приятное времяпрепровождение с пользой да да вот то есть тут как бы я говорю тут только плюсы команда несет только плюсы но в какой-то момент да ты просто многие уходят домой потому что это просто эффективнее ты можешь эффективнее именно торговать не тратя время на поездку в офис то есть когда 24 часа у тебя будет доступен компьютер ну опять же это же тоже не очень хорошо когда ты нон-стоп торгуешь не отвлекаясь не перекладывая свой офис ну свою фокусировку на что-либо то еще то есть если ты нон-стоп торгуешь ты перегорать начинаешь ну а тут смотри ты там 10 я не могу если есть вот я когда начинал торговать первые 2-3 года я торговал реально по 10 часов день ну это понятно да я был на то есть они когда вас 4 за мне прям ну блин но тогда не было крипты если было 24 торговал то есть тогда он рынок закрылся я куплю чего там так рано закрылся даже там были мысли там спустя год ой может тоже начать америка торговать она там торгуется когда у нас все закрыто знаешь все было мало 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 и и опять же когда ты там молодой начинаешь я думаю почему молодым нужно торговать именно 8 потому что по большому счету как бы у них то ну еще нет вот этой жизни стоишь там дома семьи и все и для них офис по сути становится дом и семью они не они не вынуждены выбирать вот мне дома торговать из там больше время семью проводить или в офисе они просто как бы у них дом это офис становится и все это как мне друг сказал когда восемнадцатом году я купил себе townhouse и у меня там не было интернета а вовсе интернет был я ему жалую что вот я дома не могу торговать и пропускаю ситуацию он говорит твой дом все должен быть там где интернет есть я короче в этот же вечер собрался собрал там сух паек мне жена собрала и такая типа как на вахту давай и я на 2 по моему дня вообще уехал все вовсе ночевал и и это не что вспомнить но это это классное время я абсолютно не то что не жалею да даже там скучаю дома часть но знаешь я скучаю именно потому что потому состоянию да вот как как мы кайфовали от рынка всего этого часто перестал кайфовать от рынка честно скажу да это стало работой это средство как бы так средство заработка стало для меня больше вот и я рад этому потому что конечно верно именно на такой стадии ты начинаешь по-настоящему зарабатывать деньги хорош потому что ну у тебя уже во-первых да переторговка уже не является для тебя проблем что и уже не хочешь так много торговать у тебя уже нету потребности вот 24 часа там следите все ты уже находишь для себя и на те моменты которые у тебя лучше получаются потом ты начинаешь расширять кругозор обращаешь внимание вот я там последний год был прям активно старались там инвестировать изучать эту сферу именно потому что у меня пропала такая дикая страсть к торговле и постоянно то есть если я вижу если рынок достаточно спокойный для меня по каким-то там моим моему видению у меня даже нет желания садиться хотя опять же вот например я замечаю да что нет нет там одна две ситуации в день на какой-то бумаге произойдет но здесь я отчасти здесь же развивается фону который не совсем не совсем вот я его как бы отключил потому что я понимаю что ну как бы мне тогда нужно вот нон-стоп сидеть нон-стоп сидеть да я я уже немножко устала слушаем а уже это не вставляет так как раз когда лучше стоит начинать и кому стоит начинать уже но на второй вопрос сразу течет что это все по барабану не существует хорошо давай возраст трейдера когда лучше всего начать столько молодеет я достаточно рано начал я начал еще в университете на четвертом курсе ну то есть мне было 22 наверное года вот так вот то есть 2025 это шикарный старт да и классно будет если у тебя есть ну то есть и сейчас кто-то там посмотрит а ему там 17 лет и он будет думать куда поступать то лучше классность есть а есть background именно математически какой-то то есть это очень полезно сейчас это очень тебе прибавит в плане понимания даже понимание то чем ты торгуешь и всех процессов которые происходят потому что сейчас рынок и российские и не российские американские все по большей части контролируется уже алгоритмами не людьми если лучше копать то есть у тебя именно математический background вы думаете будет легче это понять я понял слушай а много ребят обращаются с таким таким нюансом то есть у них есть основная работа и они хотели бы переключиться на трейдинг вот как бы ты мог бы посоветовать что-то как бы им это сделать вот здесь такая ситуация что на мой взгляд на мой взгляд это невозможно вот ну как бы для многих это будет может быть так они может надеются что есть какие-то варианты да но я бы сказал что практически это невозможно если у тебя то есть если ты работаешь и у тебя есть какая-то финансовая подушка и ты готов допустим полгода не получать зарплату но при этом ты сможешь нормально прожить и потому что для старта сейчас для старта в трейдинге не нужно много денег потому что плечо все-таки решает не нужно там миллионы рублей чтобы начать может маленький счет нормально раскачать то есть именно в чем главное главное как бы преимущество трейдинга перед другими бизнесами это очень низкий начальный капитал который нужен тебе для того чтобы начать и зарабатывать и все но здесь другой капитал используется по максимуму это время полглаза не получится научиться если ты работаешь там с утра допустим до 6 там до 7 часов то ты обрезаешь себе во первых обрезаешь большую торговую часть дня это во первых во вторых ты уже уставший после работы надо понимать трейдинг это очень энергоемкая энергия с точки зрения головы если ты уставший с работы пришел и начинаешь торговать я считаю что это больше какая-то ну какой-то казино то ты был скорее всего тебя привлекает в тренинге именно азарт возможно что ты просто как бы по натуре свои лудоман и тебе хочется вот именно этого азартной части тебе хочется рисковать деньгами ты его чувствуешь этот вот ну вот это что казино знаешь поставил выиграл и трейдинг это не твой путь то есть не нужно себя обманывать не нужно говорить что я хочу быть трейдером если тебе просто нравится играть если просто нравится делать ставки это это первое да второе что некоторые я знаю там сейчас очень многие работают не каждый день ну допустим они у них там смены там день через два или там ну то есть они работают там три-четыре раза в неделю вот у них есть три дня свободны вот это уже интересный вариант там 2233 рабочий график то еще есть варианты выкарабкаться и научиться торговать ну я считаю что да у тебя будет полноценные дни торговые ты можешь пойти также в офис да я в офисе давно сидел еще в этом united traders у них там я много видел разных ситуаций когда там парни почти большинство из них работало так или иначе потому что они не зарабатывали достаточно чтобы не работать хотя многим из них я говорю что ты не начнешь работать пока будешь работать он серьезно пока нет ты не почувствуешь да ты не почувствуешь что либо здесь он либо здесь либо нигде и все и и тогда не будет возможности вот отступления многие из них просто занимались тем что потихоньку сливали счет и состоялась как такое знаешь от хобби и там много работала посменно те кто приходили да и это неплохой вариант как начать как начать для для старта для понимания желать желательно чтобы у человека было был как называется дробный график или как типа 2233 не знаю как это называется и желательно чтобы был доступа в команду трейдеров чтобы быстрее набраться опыта ну это идеально тогда больше шансов и пробиться там конечно многое зависит еще человека от самого как он будет работать как он будет на своей стратегии над своими сделками как он будет это все анализировать изучать работать над эффективностью ну я понял тебя ответ самое главное что каждый должен для себя понятие вот это важно понять ты трейлер в душе или ты игрок понимаешь мне кажется это это будет честно если ты себе признаешься и скажешь себе саму что блин мне нравится именно чувство азарта мне нравится именно вот это вот сделал ставку и посмотрел прибыль или нет то есть я думаю что те трейдеры которые зарабатывают они так или иначе если отглянуться назад когда мы начинали мы пытались понять механику как это все происходит рынка там как происходит движение да мы пытались то есть я не могу я не помню что чтобы я вот типа там ну типа там сделал сделку и прям типа знаешь там заработал и прям вообще прям с ума сходил именно от заработка то есть мне хотелось там понять процесс процесс как это лучше сделать как как другие там настраивают свой рабочий стол какие программы используют какие там алгоритмы какие там правила как лучше стопы ставят кинастики вопросы не связанные с деньгами а многим это настолько неинтересно и они такие да нет туда зайти д wide к статей не я заметил вот он уже много людей прошло через меня как мы не звучало в общем и те люди кто подходит именно основа с точки зрения вот научного подхода типа вот изучать как лучше как как так как это сделать, как расстановку здесь сделать, а что это, а что то, а не с таким подходом, типа, надо сейчас рубануть быстро. Вот те, кто надо рубануть быстро, они почему-то быстро и заканчивают. Или, знаешь, типа, я говорю, не надо, пожалуйста, кидать вам большой депозит, он вам не нужен, вы учитесь сейчас. Вот у вас есть маленькая крошка, вам надо постараться сделать еще больше крошечек, ну, чтобы как бы это сделать из маленького, сделать большое. Все, кто закидывал сразу там большой депозит, почему-то все сразу сливались. Вот все стараются форсировать события, и, к сожалению, это приводит к таким печальным последствиям. А потом говорят, что вот, трейдинг, это все. Ну, потому что это, ну, надо не забывать, что трейдинг, это вот называешь игра на бирже, да, это все равно игра. Вот я, кстати, никогда не называл этой игрой. Вот я всегда... Ну, я тоже никогда не называл. Я всегда говорил, я торгую на московской бирже, я не играю. И когда мне говорят, знаешь, меня вот тоже корюбит, как скальпинг, вот ты играешь там. Я такой, я не играю, я не занимаюсь такой игрой. У меня была смешная история, я познакомился с девушкой, я тогда жил в Питере, и метро «Звезды» называлось. И мы с ней познакомились, и она меня такая спрашивает, а чем ты занимаешься? Я говорю, я торгую на рынке. И мы выходим из моего дома, и там, знаешь, такое написано, «Рынок на звезды». И это просто так совпало, она меня спросила этот вопрос, и я ее зрителям. Да, и тут же этот рынок, и мы так, ну, вместе смеялись, потому что так прозвучало, что я вот на этом рынке торгую. Но я тоже никогда не называл это… Игрой. Типа, я игрок на бирже, знаешь, вся наша жизнь – игра. Нет, это… Как раз скальпинг дал мне понимание, что зарабатывать деньги стабильно на бирже можно только путем исполнения каких-то неэффективностей. И, кстати, пробой – это ведь тоже неэффективность, если задуматься. Это четкий перевес, дисбаланс покупателя и продавца. Когда покупатели побеждают, происходит пробой. А почему тогда неэффективность, если это эффективность? Ну, потому что… Потому что эффективность – это когда рынок в балансе находится. Каждую секунду считается, что рынок находится в балансе, и покупатели и продавцы, они всегда в равное положение. Неэффективность – это когда… Неэффективность, когда происходит, ну да, то же самое, и тот же фронтран – это же тоже неэффективность. То есть в этот момент появляется какой-то крупный участник, он нарушает вот эту гармонию, грубо говоря, и происходит какой-то сдвиг. Все наши, по идее, все вот мы краткосрочные трейдеры, да и трейдеры, они тоже все равно краткосрочные. Мы не держим позиции там… Ну, я все-таки считаю, что скальпинг – это, знаешь, как ребенок дейтрейдера, так скажем. То есть есть дейтрейдинг, а скальпинг – это что-то производное, какое-то ответвление от дейтрейдинга, скальпинг. Я так считаю почему-то, мне так кажется. Ты так не думаешь? Ну, не может быть обратного. Просто если ты забираешь из большого-маленького, как бы, ну, как бы не может быть по-другому. Ну, объемы… То есть мы все дейтрейдеры. Объемы скальпинг может быть в разы больше, чем у дейтрейдера, понимаешь? Ну, это тоже, я понимаю, но это тоже вопрос спорный. То есть в зависимости от ситуации, так же. Ну, вот я помню в скальпинге, когда активный скальпинг… Пример один. То есть, например, иногда ты заходишь настолько большим объемом, что ты просто не можешь в пипсовке, в 5-10 пунктах его реализовать. Но ты можешь его реализовать в диапазоне 100 или 200 пунктов. Понимаешь? То есть с этой точки зрения дейтрейдинг эффективнее. То есть ты можешь реализовать больший объем в диапазоне цен, нежели в пипсовке. Да, безусловно, безусловно. Скальпинг эффективный только на таких инструментах суперликвидных, как биткоин, эфир. Вот одно время, когда… Я почему-то думаю про нефть. Я думаю про нефть, про ЭТС. Нефть тоже. Я помню, когда торговал, безумно ликвидный. Там можно… Да. Но она не скальпельский инструмент абсолютно. Она… Ну, это такой инструмент, скорее, где волны идут. Ну, тоже вопрос. Тоже у меня немножко другой подход. Я считаю, что он очень скальперский. И как раз-то он и самый скальперский из всех фьючерсов, которые есть. Ну, и ЭТС плюс-минус тоже. Нефть очень классно позволяет залить объем с минимальными рисками, там, до 5 пунктов, и вытащить, там, не знаю, 20-30 пунктов движения. То есть, соотношение риск-прибыль, там, плюс-минус приемлемое, и позволяет очень прилично залить. Ну, видишь, у нас подходы разные, у нас стили разные, и это очень круто, то, что мы это с тобой обговорили. Вот. Так, знаешь, последний вопрос я тебе задам. Мне очень он понравился, и он философский. Кто-то написал в Инстаграме, я задал вопрос подписчикам в Инстаграме, Ну, в общем, один такой философский. Цена пути трейдера. Вот цена твоего пути. Ты, что ты приобрел, что ты потерял, пройдя вот свой путь трейдерский? Может быть, ну, ты приобрел, там, допустим, там, семью, дом, машину, потерял что-то, там, не знаю, в здоровье, может быть. Возможно, там были какие-то другие возможности, которые ты упустил из-за трейдинга. Вот такой вопрос. Я, знаешь, тебе так отвечу. Я отвечу, что наши истории, они все-таки, это история выжившего. Эта история, говорят, что на рынке зарабатывают только 5% из тех, кто приходит. И я думаю, что эта статистика плюс-минус верная, наверное. Даже если это будет больше, то не сильно больше. Это не так, что 50% зарабатывают, 50% теряют. И поэтому, когда мне было бы интереснее, вот, например, спросить человека, который 10 лет проторговал и не зарабатывает, и не зарабатывал, понимаешь? Ну, то есть он где-то, у него есть источник финансов, который ему помогает существовать. И вот он, допустим, ну, все равно за 10 лет он имеет большой багаж опыта, ситуации, там, в трейдинге и все, да? И он мог бы тебе рассказать, там, вот, а что он все равно приобрел. Я, как пример выжившего, который в этих 5%, я не могу сказать, что я что-то потерял. Ну, я жил в Сургуте, там, в Сибири, короче, у меня не было никаких особых перспектив. То есть максимум, куда я мог устроиться, там, в какую-нибудь компанию, типа, Сургуте в Тегазо, если меня бы помогли, там, запихнуть туда. Вот, сейчас бы, там, мне 34 года, я был бы каким-нибудь, может, начальником отдела. Я бы ненавидел свою работу, я бы ненавидел свою жизнь, понимаешь? То есть... И продолжал бы жить в Сургуте. Да, продолжал бы жить в Сургуте. Я уверен, что я был бы абсолютно другим человеком, более агрессивным, потому что среда сама такая вот. В таких компаниях, чтобы выжить и что-то добиться, нужно не очень хорошие поступки надо делать. То есть я понимаю, что трейдинг дал мне все, что у меня есть. То есть свободу, перемещение, я могу жить там, где я хочу. Очень много знакомств, не только русскоговорящих, но и я уже, ну, за последний год там очень много познакомился с разными людьми, с разных стран. Вот. То есть навыки общения языка того же иностранного очень сильно мне помогли. И расширение, в принципе, горизонта вот твоих интересов, твое видение. Друзья, которые вот, ну, все мои самые близкие друзья, это трейдеры, да? Эти люди, на которых я всегда могу положиться, которые выручат тебя реально там в любой ситуации. А из того, что забирают, ну, как бы тебе сказать, здоровье, ну, блин, а где, на какой работе? Это, знаешь, когда сидят трейдеры такие, вы не представляете, как у меня портится здоровье. А что, блин, люди там на заводе здоровье не гробят? Или в офисе, которые сидят там, или еще где-то? Да все, все работы вредные, реально, все работы вредные. То есть сказать, что я потерял больше здоровья из-за трейдинга, я не могу так сказать. Наоборот, я всегда понимал, что трейдинг – это не очень благоприятная среда для здоровья. Нужен что-то, ну, как бы баланс. И, ну, всегда старался там заниматься, и стараюсь сейчас заниматься спортом. И у меня есть на это время самое главное, в отличие от тех, кто работает на обычной работе. И у меня есть время, и есть возможность. Я понимаю, что я вот активно торгую, когда там не вылазиваю из-за компьютера, я себе наношу определенный урон. И чтобы его восстановить, мне нужно заниматься. Вот. Я не могу сказать, что у меня, знаешь, там какая-то подорванная психика, типа, что я нервный. Мне кажется, что наоборот, те люди, которые в трейдинге прошли много, они уже более спокойные. Ну, типа, знаешь, что такое, сидишь там, это какая-нибудь фигня произошла, и такой, ну да, опять еще слив. И у меня есть такое, знаешь, когда там идет какой-нибудь движ на рынке, парни там кричат, начинаются возгласы, типа, вода там полетела, вот сюда надо. Я такой смотрю, ну, это абсолютно не моя ситуация, поэтому я ее не понимаю, они там участвуют, я такой, а, ну, ладно. И такой, своими делами там начинаю, продолжаю заниматься. О, кстати, вот прикольно ты сказал, и я вспомнил, возвращаясь к вопросу, минусы работе в офисе. Очень часто это может раздражать. А, то есть, когда кто-то там тащит, да? Кто-то кричит, кто-то там, ну, как выражает эмоции. Кто-то, например, постоянно выкрикивает там какие-то там, допустим, монеты, акции, ситуации. Вот. Это может определенным образом раздражать. Ну, опять же, это же зависит от человека тоже. Кого-то раздражает, кого-то нет. То есть, ну, зависит от твоего настроения. То есть, если ты там, ну, не в настроении, встал не стоя ноги, то, конечно, тебя будет подбешивать. Но, в целом, тоже такой момент терпимый, мне кажется. Ну, с моей точки зрения. Не все, не все могут успеть. Не все, согласен. Вот ты знаешь, наверное, Андрея Береца, слышал? Да. У меня был опыт с ним торговли в одном офисе. Это интересная история. Я, вначале я приезжал к нему еще в Псков. Просто на один день. Я там приехал с ноутбуком, они сидели, торговали. Я тоже посидел, поторговал. Мне даже это понравилось. Так было весело. Мы все там смеялись. Все было прикольно. А потом Андрей переехал в Питер. И мы как раз сидели там с парнями в офисе. И он такой, давайте тоже к вам. А я ему всегда говорю, Андрей, зачем тебе офис? Я не понимал, зачем ему офис. Он говорит, ну, как это? Вот синергия, все общаются, делятся идеями. Я говорю, ну-ну-ну. Короче, мы начали торговать. И когда Андрей торгует, нужно, чтобы была идеальная тишина. Ты понимаешь? Идеальная тишина. Идеальная тишина. Белый шум. Да, да. Вот. А там кто-то любит не по делу потрындеть. Знаешь, там, ой, я там вчера то, все. Его это тоже сильно раздражает. Кто-то любит, например, опоздать в офисе. Ну, не то, что опоздать. Уже нету графика. Кто-то придет чуть позже, да, и зайдет, и только с порога там, ой, там, что, ты видишь на РТСе? А он там, конечно, за ними сидит на тысячу контрактов на РТСе. У него каждый волосок чувствует изменения на тип. И он абсолютно нетерпимый к звукам. То есть ему нужно при этом сам, при этом он должен отметить, при этом сам, сам он дико может эмоционально как бы проявлять, да, он может прям там орать, вот все. И, ну, типа, знаешь, похоже, иногда мне казалось, что на наш офис напоминают какие-то военные действия. Все молчат, но при этом, типа, знаешь, этот капитан Альян. Слушай, это отчасти очень сильно меня тоже напоминает. Вот у меня нечто подобное бывает. Когда я сижу залитый... Людишь кричать. Я, когда я залитый сижу, я стараюсь максимально абстрагироваться от всего. И если что-то происходит рядышком, то я вот в наушнике надел, и все. И я в позиции максимально сосредоточен. И если там какой-то шорох, шум, мне тоже немножко подбешивает, ну, как бы нормально. Если я тильтую, ну, что происходит периодически, так бывает, естественно, то я тоже, я могу так орать. Вот, знаешь, из последнего, что было, это было очень... Вот, это, кстати, так прикольно, потому что это так противоречит с твоими видео, в которых ты, знаешь, такой академик, такой, знаешь, типа... Знаешь, ну да, да. Ну, а видео, видишь, это уже было. Это уже прошло, и я, как бы, со спокойной головой подхожу к видео, я рассказываю, что там происходило. Но если происходила ситуация, когда я впал в неадекват, то это слышат только ребята, которые в офисе. И, как правило, знаешь, если я не в адеквате, то кто-то тоже, знаешь, коллективный тильт начинается. Ну, в общем, из последнего, что я прямо очень сильно помню, это на Доге, или как Додж, я не знаю, как его назвать, была, этот, то ли листинг на Coinbase, что-то такое. Это давно было, месяца три-четыре назад, наверное. Был, был, был. Это как раз последнее такое ускорение было. Это такой, нет, нет, это не ускорение, там такой запил жёсткий был. Там, в общем, мы ждали, ну, чего-то ждали. То есть, там, давай вверх, давай вниз. В итоге он вот так вот постоял, поболтался в пиле. Господи, я там столько раздал денег, я думаю, иди уже туда, иди туда. И, в общем, вот тогда бы я, конечно, тильтонул жёстко. Тут и ребята тоже, они тоже ждут чего-то, надо, чтобы двигалось, а оно не двигается, оно стоит в пиле. Мы не понимаем, что делать, и в итоге тут орали на весь офис. Не знаю, тут, наверное, всё здание нас слышало. Ну, в общем, да, вот такое бывает. Редко, но бывает. Был у тебя хоть случай один, чтобы ты вот прям срывался на кого-то из тех, кто в офисе с собой сидит? Ну, типа, знаешь, ты тильтуешь, а кто-то там тебе подошёл и какой-нибудь вообще дичь спросил, значит, не связанный там, Серёга, ты мою грузку не видел, там, знаешь, типа такого. А я понял, тебя нет. Нет, такого нет. Всё-таки у вас получается, что есть у всех прям понимание, что мы здесь делаем, да, и что вообще происходит. Я думаю, да, да, у нас, ребята, я думаю, все понимают, что к чему, и когда можно подойти и спросить что-то, а когда лучше не стоит, и под горячую руку не попадать. У нас был такой случай в прошлом офисе, в прошлом пропе, когда я торговал, был такой случай с коллегой, рядом, рядышком со мной сидел Паша, и у нас была такая ситуация, что он там тянул что-то краснянку очень жёсткую, прям тянет-тянет, ну, его тащит на бумажке, я не помню сейчас, какая бумажка была, по-моему, Мечил или Мечилпрев, ну, что-то такое, если знаешь, торговал. Вот в итоге парень сзади сидел с нами, к нему подходит, говорит, о, а чё здесь такое, и этот, он просто сорвало крышу, он там, это чё вам, цирк здесь, что ли, там, знаешь, там так начал орать, в общем, а мы, мы таки на него смотрим, нам страшно ему что-либо сказать, ну, так похихикываем, конечно, от его реакции, ну, в общем, такие случаи были. Саша, я очень сильно благодарен тебе за тот ответ, который ты дал на последний вопрос, и я думаю, многие ребята, да и вообще, в принципе, на все вопросы ты классно всё ответил, и многие ребята что-то подчеркнут из этого интервью для себя, и, возможно, не знаю, возможно, станут лучше в трейдинге, вот так. Я не знаю, последнее напутствие, там, от тебя какое-нибудь для начинающих и не только трейдеров в трейдинге. Я, во-первых, хотел сказать, вот видишь, мы сегодня раскрыли отчасти другую сторону твою, да, которую не видят твои зрители, да, они думают, что нужно, люди должны понимать, что часто мы в обычной жизни отличаемся от мы, когда мы торгуем. Вообще трейдинг раскрывает человека очень сильно. Сейчас немножко, есть ролик на ютубе, какое-то 26 марта, по-моему, или какое-то марта, там, в общем, торговый день мой, и там была ситуация, там же отчётливо показано вот именно стрессовое моё состояние, когда рынок летает, он очень высоковолатильный, и когда новости, и когда происходят какие-то безбашенные вещи. Вот он чувствует... Слушай, я тогда, да, я помню, я вспомнил, потому что я тебя тогда не знал даже, когда начал смотреть, вообще не знал. И у меня были какие-то сомнения вначале насчёт всего того, что ты показывал, потому что, ну, не может трейдер быть так спокойный, и такие, знаешь, все вот здесь аккуратненькие сделочки, всё, а потом ты выпустил этот ролик, я думаю, всё нормально с ним, он просто, ну, просто не показывает другую сторону, а там всё кипит и бушует. Ну, отчасти, вот есть этот ролик, можно посмотреть, а есть у нас, мы каждый день выпускаем ролики, там, планёрки и мастер-классы, то есть живая торговля, она у нас есть, и ребята могут смотреть и наблюдать за тем, как ведёт себя трейдер именно в ситуации, в момент сделок. Кстати, у меня вот на этой неделе был рекордный трейд на московской бирже, и вот этот трейд, он как раз-то был на мастер-классе, я его начал на мастер-классе, и там можно посмотреть, как я себя вёл в момент этого трейда. Те, кто смотрят, правильно всё поняли, то есть я спокойно себя веду в момент торговли, но бывают случаи, когда я выхожу из себя, но это нормально, все мы люди, и у всех случаются эмоциональные срывы. Сейчас, кстати, я для себя понял, что с опытом их стало меньше, потому что я начинаю, научился отчасти контролировать их, и я понимаю, когда я выхожу из себя, и когда мне надо сделать перерыв. Это тоже, это же часть нашей работы над торговлей, торговой стратегией, собой и так далее и тому подобное. То есть это наша работа. Бывает, что я начинаю психовать, беру небольшой объём для себя, и начинаю сразу психовать уже. Я такой думаю, блин, ну что я психую из какой-то фигни, наверное, я уже переторговал, и мне нужно сделать перерыв. Бывает такое, ты раздражительница, но ещё ко всему, просто берёшь, оно не пошло, и тебя уже это бесит. А хотя, ну что, оно не должно каждый раз идти, правильно? Это же рынок, ты не должен с ним спорить. По финалу, да, что хотелось сказать? Во-первых, те, кто начинает, у вас есть гигантское преимущество. Чем ниже объём, тем больше возможностей. Больше бумаг для торговли. Вы можете заходить в намного больше моментов и ситуаций, чем мы, потому что у вас ликвидность позволяет. Это во-первых. Во-вторых, у вас больше энтузиазма для самого рынка. Вы можете уделять этому больше времени. У вас там есть настрой. Самое-самое-самое главное понять, что никто, никто, ни за какие деньги не научит вас торговать. Только вам могут помочь научиться. Вот эта разница. То есть, когда ты хорош... Да, ну потому что у меня был опыт преподавания, это ад вообще дикий, я год или там сколько потратил, не больше года, я больше я бы не выдержал. Невозможно человека научить этому. Это невозможно. Ты можешь человеку дать направление, показать, как ты это делаешь, и он научится это делать. Ну, может научиться сам это делать. Потому что были люди, которые... У меня был такой ученик, он такой говорит, я вот уже был на обучении вот у этого, вот этого и у этого. Сейчас он пришел к тебе. Я понимал, что зачем. Я говорю, ты отдал за обучение, там я не помню, сколько оно это стоило. Ну, прилично там стоило, 50 или 70 тысяч рублей. Я говорю, из-за нифига. Я говорю, ты взял бы эти деньги, положил бы на счет и просто бы их слил. Ну, у тебя бы опыт появился. Просто бы торговал все моменты интересные и понял бы для себя, что у тебя получается лучше, что хуже. То есть не гонитесь на вот эту рекламу, что я научу вас торговать, вы будете... Тот, кто говорит, я научу вас торговать, вы будете зарабатывать, он врет. Знаешь, вот что касается обучения, и как раз-то отчасти это было про роль команды вопрос. А обучение, я с тобой согласен, что научить, наверное, зарабатывать нельзя, и процентов 80 зависит от самого человека. То есть когда ты ему даешь какой-то вот пакет знаний, раскладываешь там свою стратегию, раскладываешь те методы, которые ты используешь, а дальше уже идет адаптация и вот это отсекание граней от того, что тебе дали, чтобы ты превратил вот это все в свой алмаз. Да, и старался я как-то использовать вот эти методы в своей торговле. То есть научить, наверное, нельзя, но команда, сообщество и человек, который тебя может направить, это очень важно для начинающего трейдера. И здесь вот как раз-то противопоставление тому, что ты говоришь, положи деньги на счет и пробуй. Ну, я не знаю. Тут, конечно, представь, если у человека есть еще обязательства в виде там дополнительной работы. То есть как бы можно пробовать, но это значительно... Не, я говорил про то, что ты знаешь, человек уже потратил... Он сходил в три места. Да, если у него уже... Три места. Да, да, да. Потратил кучу денег и пришел еще в четвертое. Да, ну это странно. Ну, потому что он... Потому что он... И не только он, я уверен, ты с этим сталкиваешься постоянно. Они думают, что... Они думают, что ты знаешь, типа как... Ну, типа ты знаешь, когда нужно нажать кнопку, чтобы заработать. А ты ведь не знаешь. У тебя есть только стратегия и вероятность. Все, что ты делаешь, это работаешь с вероятностью. А их... И почему-то это сильно прям не устраивает. То есть они такие... Блин, то есть я заплатил денег, и ты мне не скажешь, как зарабатывать. Серьезно? И я вот советую, да, тем, кто начинает... Избавиться от этих иллюзий сразу. Ну, типа просто избавиться от этих иллюзий. И слушать внимательно, если человек действительно стоящий, слушать его внимательно, пытаться делать то, что он говорит. Не пытаться даже делать то, что он говорит. Вот просто делать, что тебе говорят. Не надо ничего от себя добавлять, хотя бы в начале. Ты потом, когда вырастешь, у тебя появятся свои любимые моменты, и все, ты это будешь видеть. Но в начале просто делать то, что тебе говорят. Если ты будешь делать, вот, допустим, ты делаешь все, что тебе говорят, а у тебя торговля отрицательная, то значит, это преподаватель плохой. Ну, это как бы, мне кажется, очевидно. Ну, значит, его система, она сама по себе не работает. Скорее всего, он сам даже не зарабатывает. Он тебе просто продает курсы. А если он зарабатывает, и ты делаешь то, что он говорит, ты сто процентов будешь зарабатывать. Просто другого, ну, как бы, другого. Почему не надо импровизацией? Делай, как сказали. Это очень смешно. Знаешь, у меня друзья, они вот ездили на курсы к Андрею Верюцеву очень давно еще, когда он преподавал, очень давно, не знаю, это было в 14-м, в 13-м. Ну, короче, потом я с этими, он меня познакомил с этими ребятами, я с ними в офисе сидел, торговал, и они там плюс-минус торговали. И я говорю, я говорю, подожди, ты же у Береца учился, почему ты не торгуешь в плюс? Я говорю, вот ты делаешь, вот покажи, ну, типа, ты помнишь, что он рассказывал? Он такой, да. Я говорю, ну, вот, можешь кратко объяснить? Он мне объяснил. Я говорю, ты делаешь то же самое? Он такой, ну, тут понимаешь, тут вот в такие моменты, в такие моменты, где он заходит, мне как-то стрёмно заходить. Ну, вот у меня есть получший момент, я такой, ну, камон. Ну, ты учился у, возможно, лучшего, ну, скальпера, невозможно, а лучшего скальпера в России на тот момент. И ты после его обучения начал что-то выдумывать свое. Ну, зачем? Ну, видишь, это адаптация, пережевывание, и вот вылилось это вот в то, что вылилось. К сожалению, имя человека, которое обучало, видишь, оно как может не совсем, помогает человеку. Нет, это другое, другое, понимаешь, это то, что не каждый может делать, то, что он делает. Не каждый может, да. Даже, даже, ну, я скажу, что очень мало, потому что мы снова возвращаемся к тому, что зависит от человека, от темперамента. То есть, если мы изначально, внутренне, разные с человеком, вне зависимости от того, как бы я ему не объяснял что-либо, он, возможно, это выслушает, но не примет. Просто оно будет ему неорганично, и он не сможет это использовать. Вот тут тоже есть такие нюансы. А тебя не сильно отвлекает мне этот вопрос? Я его в голове крутил, когда ты сказал, что мы будем разговаривать в таком формате, я все хотел спросить. Вот как ты, я просто, ну, скажу для других, не раскрывая цифры, я знаю, что ты зарабатываешь сейчас прям очень неплохо. И это намного выше, чем ты раньше зарабатывал. Прям в разы, скажем там, чем прошлый год-два, согласись, да? Ну да. Это прям, это прям там, ну, существенный прибавок. А где ты берешь мотивацию, чтобы продолжать там заниматься этим обучением, все? Оно же, в материальном плане, оно там в десятки раз. А у меня нету материальной цели. Это не, это знаешь, это не столько бизнес, то есть это сколько, знаешь, как это, ремесло типа, это назвать. Ну а за силы, где ты силы находишься, чтобы идти? Ну, у меня есть конечная цель, которой я смогу прийти только если я буду делать то, что я делаю. Понимаешь? Какая же конечная цель? Ну, это моя цель. Когда я к ней приду, я тебе скажу. Вот. Поэтому есть просто вот пик, к которому я стремлюсь. И, ну, просто надо топать, чтобы туда дойти. Я же не смогу, как бы, ну, я могу сидеть на месте, на месте, там, торговать и, как бы, сидеть на попе смирно, но я тогда не приду туда, куда хочу. А нет у тебя разочарования от того, что все-таки большинство людей не удается привести на то? Есть, есть. Очень, ну, знаешь, я этот момент пережил, наверное, год назад. Я отчасти разочаровался, но потом я собрался и понял, что окей, это статистика, ничего страшного, двигаемся дальше. Вот. Ты не стояешь, но мне представляешь, что несколько людей писало, вот, в прошлом году, которых я обучал, там, семь или восемь лет назад. Они мне написали, мы вообще нифига не поняли из того, что ты говорил, и поняли только через два года, когда пришел нормальный рынок, и все, что ты говорил, начало работать так, как ты говорил. Да, многое зависит от цикла, многое зависит. И, и типа, ну, что это теперь наша основная работа, и что мы там хорошо зарабатываем, и типа спасибо, респект, и все дела. И это так странно, ну, то есть я понимал, что так и должно быть, но вот когда такое всплывает, да, это, ну, это супер. А ты, они, наверное, еще, ты их обучал на московской бирже, а они адаптировали твои знания под крипторынок, да? Там, знаешь, как было, там несколько людей написало, вот, да, про, когда уже крипта появилась, и они этот, а несколько еще раньше, когда вот, ну, в России тоже потом начало стрелять, там, когда сишка, ну, когда доллар там начал бешено расти, там же Владимирс, это была сумасшедшая. Ну, она была недолго. Ну, не долго. Ты про какой период говоришь? Я говорю, про 14-й год. А, 14-й, да, да, 14-15-16-й было вообще, ну, это было отличное, прям, прям, супер, супер время, и тогда все, что, вот, все знания, которые до этого собирались, они прям, хорошо начали отрабатываться, и, ну, классно. то есть я понял, у тебя, ну, блин, это очень круто, конечно, что ты, просто люди же не понимают, многие, которые вот к тебе приходят, да, что для тебя это, то есть ты тратишь это время, и ты иногда даже забираешь у себя, грубо говоря, деньги, потому что ты мог торгануть в какие-то моменты, но ты сидишь и делаешь там эти, ну, задания и все, и... А сколько тебе лет? Мастер-классы, мне сейчас 28 будет. А, понятно. Ну, я, конечно, не хочу быть нострадамусом, но хочу всем, кстати, сказать, вот все, кто посмотрит это видео и думает еще пойти или не пойти, у вас есть максимум год, я думаю, и ты завяжешь с обучением, я тебе это говорю 100%, я тебе говорю 100%, вот просто 100%. Вот понимаешь, когда ты, у тебя будет настолько большой гэп между тем, что ты зарабатываешь в торговле и тем, что ты зарабатываешь с обучения, а там выдергивают эмоционально, это похлеще, и в какой-то момент ты просто поймешь, что, ну, типа, все, баста, я типа... Потому что у тебя объемы растут, ты понимаешь, что эмоционально в торговле ты будешь еще более вовлечен, объемы у тебя растут, ты поймешь, что нужно выбирать, нужно концентрироваться, это уже как бы, ну, новый уровень. Я с тобой согласен, но на этот счет у меня тоже есть некоторая стратегия, которой я, к которой тоже стремлюсь, поэтому посмотрим, поживем, увидим, как это все будет, в каком это виде будет, как это будет. Ну, только разве что делегировать это кому-то, если кто-то из твоих... Это будет один из вариантов, тоже почему-то. То есть, видишь, я же пересказываю своим ребятам свои мысли, свои стратегии, которые они адаптируют под себя, и у них в процессе их торговли, их пути, она во что-то выльется. И они смогут также преподавать свои мысли, которые будут основаны на том, что я им рассказывал, так или иначе. У тебя торговый алгоритм записанный? Он у меня записанный, переписанный очень много раз в разных видах и в текстовом, и в... Как это назвать? Веб, наверное. В таком формате. То есть, он выточен и пересказан. Знаешь, мне очень сильно помогли, на самом деле, помог YouTube. Первое в том, чтобы я научился говорить. Второе в том, чтобы я умел грамотно формулировать свои мысли. Третье в том, что я показываю свою стратегию, которая, в принципе, общедоступна. И она отложилась где-то там уже под коркой. И как бы мне ее не надо записывать и переписывать, потому что она 500 раз проговорена на YouTube и на... Не на мастер-классах, на занятиях, которые я преподавал ребятам. Вот. Поэтому это очень сильно мне помогло в формировании моей торговой стратегии. Я думаю, у тебя такая же ситуация, если ты занимался обучением, то есть ты проговаривал, переговаривал свои идеи по ситуациям, и вот оно вылилось, во что вылилось. Для понимания попробуйте поторговать неделю без графика вообще. Вот возьмите стакан, ну вот, лучше того, что ходит. Выбирайте там разные инструменты, но торгуйте только стаканью. Да, в начале возможно вы вообще не будете ничего понимать, но вы удивитесь там, что через неделю, через неделю вообще откроется другой мир, абсолютно другой мир. И вот как ты думаешь, сколько людей послушало моего совета? Ну, примерно. Один? Ноль. Ноль? Ноль. Ни одного человека за все время не написало бы. Это было вообще круто, я попробовал, или допустим, я попробовал, но у меня ничего я не понял, в чем прикол. Нет, ноль, ноль человек. Знаешь, ну, сам по себе человек ленивое существо. Да. И это не в обиду кому-либо-то ни было, там, все мы ленивые. Да. И если вы не заставите себя работать над собой, своей торговлей, соответственно, ничего не получится. Да, давай, тогда на этом мы с тобой, наверное, закончим. Получилось, на мой взгляд, очень круто, классное интервью, и я бы на самом деле с тобой еще много чего обсудил, и возможно, если ты не будешь против, спустя какое-то время мы с тобой встретимся еще раз и поговорим. Я с удовольствием, и я предлагаю, если в следующей будет встреча, мы с тобой, мне интересно много, что узнать у тебя, но именно технически, то есть уже предметно, вот мне нравится, когда мы с тобой открываем график, там обсуждаем, да, я там могу показать какие-то по стакану фишки, которые я вижу, как я их интерпретирую, как я их там, вот, ты можешь расскажешь какие-то свои, то есть, ну, более, скажем так, поделимся опытом, да, поделимся опытом, детально там, именно, уже, больше, что называть, по прикладному, то есть, именно, непосредственно, да, поделимся опытом, давай сделаем так, если под этим, как это делают блогеры, если под этим роликом наберем сколько тысяч лайков? Я вообще не знаю. Не знаешь? Ну, например, сколько бы ты хотел? Ты тысячу или две? Давай две тысячи лайков. Я бы хотел биток не продавать по 10-15 тысяч, как я сделал, когда у меня было много. Ну, это понятно, это понятно. Смотри, у меня на контакте... Вот сколько у тебя обычно? Я просто... У меня обычно очень мало, мне почему-то люди не любят ставить лайки абсолютно, вот, учитывая то, что у меня 17 тысяч подписчиков, 17 с половиной даже, там, 17-470 сейчас, ставят 600, 500, вот надо поставить полторы тысячи, да, наверное, и как бы 10% людей, чтобы поставило. Я могу тебе сказать, вот, не то, что совет, да, а люди любят драмы, я тебе так могу сказать. Боль, страдания, да? Боль и страдания. И если ты будешь добавлять в свои разборы и плохие сделки, то есть, ну, будет там, хотя бы 30% плохих сделок, я думаю, что людям это больше будет, потому что они, понимаешь, они, они-то начинают, многие из них и теряют, и многих вызывает не раздражение даже, знаешь, а так как они не верят в то, что это возможно, понимаешь, они смотрят твои видео и такие, да, он придумал все это, знаешь, там, как не зайдет, все какие-то у него, все он тянет, все у него там, это шикарно, если ты покажешь хотя бы другую сторону, через все приходится проходить, то я думаю, что это, ну, прям сильно добавит и лайков, и всего именно комментариев тех же, да, вот. Слушай, я прислушаюсь обязательно, сделаю, сделаю. не, прям просто я в убыточных сделках, мне чаще даже неинтересны прибыльные сделки трейдера, они мне ничем не помогут, для меня, как для трейдера, а вот убыточные сделки, убыточные сделки, как раз дадут больше информации, ну, вот я так это вижу. больше информации, но у меня такой подход, что я считаю, лучше учиться на позитивном опыте, возможно, он ошибочен. Так, это позитивный опыт, ты, смотри, анализировал, зашел в сделку, ты зашел в сделку, да, она не пошла, как ты из нее вышел, то есть, ты же из нее вышел, там, да, потерял, но ты не счет весь потерял, то есть, это позитивный опыт. Хорошо. Я просто понимаю, что следующий сделок у тебя будет такой же, и рынок пойдет, и ты заработаешь. Опять же, в плюсовые сделках, когда я смотрю, мне что, мне интересно, да, я смотрю, как ты кроешься, вот, это важно, да, я вот, там, как ты выходишь частями, там, как ты добираешь, вот мне нравится, да, что ты берешь часть, а потом часть заливаешь, в пробой, то есть, у тебя вот среднее получается чуть-чуть лучше, чем цена пробоя, и даже вот этот микроимпульс, если он будет в кадр, то тебя он сильно так не бьет, чисто, ну, ты не дернешься, ты крепко уже стоишь в этой сделке, вот, ну, какие-то такие вот моменты, то есть, прям. Ну, итого, я понял тебя, я это сделаю обязательно, если мы наберем полторы тысячи лайков на этом видео, то затем снимем какой-то более информативный, прикладной ролик по нашей, по нашим торговым системам, и в таком формате разберем потенциальные ситуации, возможно, те ситуации, которые у нас были там за период какой-то, в общем, посмотрим все детальнее. А если не наберем, если не наберем полторы тысячи, то мы его снимем, но вам не покажем. Да, можно и так сделать. Сами будем присматривать, и все. Да. Так, Саша, спасибо тебе большое за это интервью, мне было очень круто, что прям классно пообщались, и я думаю, очень полезно будет. Не только мне, и всем, кто это посмотрел. Да, и тебе спасибо, и главное, продолжай снимать ролики именно про торговлю, про это все, потому что этого очень мало, катастрофически мало, и мне прям очень нравится. Даже не в русском ютубе, и во всем очень мало таких роликов, где люди показывают именно настоящую свою торговлю, делятся какими-то своими мыслями, переживаниями, и я прям иногда прям, когда приходят уведомления, я прям с удовольствием смотрю. Спасибо большое, это очень приятно. Это знаешь, какой-то повтор, ты смотришь, ты на себя примеряешь, но уже не волнуй, ты уже не переживаешь, что это не твоя ситуация. Ну да. И ты можешь более спокойно какие-то штуки понять. Поэтому красавчик, я очень, мне очень нравится. Все, все, прекрати. Я уже стесняюсь немножко. Все, спасибо. Давай, будем на связи. Субтитры сделал DimaTorzok